дорогие друзья всем здравствуйте я рада приветствовать вас на нашем подкасте сегодня мы с вами обсудим интересную тему артрозы крупных суставов а поможет нам разобраться во всех наших вопросах врач-травматолог-ортопед глебов никита игоревич здравствуйте здравствуйте спасибо большое что позвали спасибо что пришли никита игоревич собственно тему я озвучила ну и первый вопрос что же такое артрозы в целом что же такое артрозы но прежде чем чтобы разобраться в данной теме вообще хотелось бы начали прибегнуть к анатомии из чего состоит сустав каждый сустав прежде всего он состоит из суставных поверхностей которые покрыты хрящом его также называют гиалиновый хрящ также имеет сустав капсулу и полость естественно в этой полностью находится синовий то есть смазывающая жидкость сустава и тем самым сустав нормально функционирует что же такое артроз артроз это дегенеративно-дистрофические изменения суставе которые происходят которые ведут к истончению вот этого непосредственно хряща гиалинового и естественно дальнейшей деформации костной ткани стоит понимать то что процесс данный он необратимый он будет абсолютно у каждого человека и все это ведет конечно же в более крупных суставов чтобы было понимание у артроза существуют степени то есть их четыре всего и от четвертых первые вернуться невозможно то есть это заболевание только и прогрессирует значит на первых двух стадиях как правило все проходит бессимптомно и пациент вообще фактически не знает о том что у нее даже есть артроз продолжаем нашу тему хочу сказать то что артроз как правило развивается более в старшем возрасте от 40 до 60 лет но это не говорит о том то что до 40 лет у человека не может быть артроза естественно как правило до 40 лет и состоится артроз то он скорее всего посттравматический то есть в анамнезе пациента были какие-то перенесенные травмы возвращаясь к степеням первые две стадии артроза они выявляются как правильно как правило рентгенологически то есть пациент обратился может какой-то минимальной болью или выполнил рентген сустава и обнаруживается то что у него первое тире вторая степень стоит понимать то что эти первые две степени с ними можно спокойно жить с ними можно нормально функционировать и даже возможно тренироваться нормально естественно при должных физических нагрузках но когда стадия перетекает на третью четвертую происходит уже серьезные опять же потерю дегенеративно-дистрофические изменения в суставе за счет которых у пациента возникают более серьезные проблемы ну в принципе вкратце вот вот что такое артроз что это заболевание и как-то так ну вот смотрите а вы говорите что это коснется каждого из нас можно ли тогда сказать что никакой профилактики как таковой не существует или она просто тогда существует просто я всегда сравниваю наш организм это же большой биомеханизм да я сравниваю всегда с автомобилем можно сравнить и так дали с тоже каким-то механизмом но стоит понимать то что это биомеханизм да и то есть процесс дегенерации тканей и дистрофии их он неизбежен то есть все мы стареем естественно происходят необратимые изменения в организме то есть профилактика может нам помочь отсрочить но не избавиться конечно конечно профилактика она опять же мы с вами еще на эту тему я думаю поговорим сегодня профилактика заключается в том то что наверное это соблюдение все каких-то норм которые рекомендуют травматологи это опять же тот же высокий индекс массы тела снижение стараться его и наверное правильные физические нагрузки естественно своевременное какое-то лечение также если возникли какие-то первичные боли вот что касается как раз таки первичных болей в принципе симптомов то есть какие симптомы сопровождают вот артроз и желательно конечно с начальной стадии чтобы наши зрители понимали на что им стоит обратить внимание значит по непосредственно жалобам которые как правило предъявляют пациент если так можно назвать да раскроем тему прежде всего начинает прогрессировать движение в суставе и сопровождающийся который естественно более более может быть как в покое боль и часто проявляется особенно после физической нагрузки естественно также причиной служит одним из факторов может быть хруст в суставе как правило хруст сопровождается более я даже где-то записывал ролик то что если хруст не сопровождается более скорее всего вероятнее проблем серьезных суставе нет у человека но если хруст сопровождается более уже непосредственно то это стоит уже обратиться к специалисту одним из факторов естественно это является также симптомами частыми является это отек сустава то есть как правило любые артрозы но вот возьмем на примере даже гонортроза то есть артроза коленного сустава как правило многие пациенты приходят с клинической картиной например женщина скажем так около семидесяти лет как правило все имеют огород перетрудилась на огороде побегала с внуками приходит через два дня колено как футбольный мяч да то есть сопровождается это сеновитом естественно приходится откачивать жидкость пунктировать частая вот тоже причина это отек сустава ну наверное вот это основные причины которыми обращаются пациента к нам а вот что касается непосредственно самой диагностики то есть но представим ситуацию вот у меня к примеру там просто боль в суставах в суставе да в каком-то ну пусть будет коленный я к вам пришла говорю вот просто вот болит мы делаем рентген да я так понимаю потому что уже упоминали сегодня о нем еще что-то в рамках диагностики проводится да очень интересный вопрос по поводу диагностики наверное это самое важное да что нужно прежде всего выполнить пациенту когда он обратится это правильная постановка диагноза и правильная диагностика прежде всего конечно обращаются начнем с того кому обращаются это к травматологу либо к врачу ревматологу это два специалиста которые могут вам первичном приеме помочь с этим вопросом обращаюсь к травматологу или к ревматологу доктор опрашивает пациента когда возникли более при каких обстоятельствах сами чем связываете возникшие боли проводим физикальный осмотр например сустава до оцениваем ну и конечно же базовыми исследования наверное это являются рентген и узи да то есть по рентгену мы смотрим костную структуру до костную ткань узи же это мы смотрим мягкие ткани так правило опять же узи возвращаясь клиническую примеру которым я привел если колено текает скорее всего скопление жидкости нужно точно узи диагностика чтобы понять в каком количестве жидкость где она скопилась и так далее чтобы для того чтобы дальнейшее лечение пунктируете или как-то вести пациенты тоже зависит от ситуации до следующий два пункта которыми также диагностировать можно артроз это кт и мрт кт больше мы видим костную структуру но менее затрагиваем мягкие ткани а уже мрт это конечно полная и отличная диагностика вообще абсолютно принципе заболевание порно-двигательного аппарата и по мрт уже будет понятно где какие разрывы связок повреждения там менисков условно говоря если колено сустав наберем или же там скопление жидкости и какая степень устью артроза и какие-то другие патологические процессы которые присутствуют в суставе а можно тогда просто сделать мрт конечно 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 большинство травматологов современных и я вообще сторонник того что когда при цен приходит с готовым мрт это просто скажем так большой подарок травматологу можно не выполнять ни рентген не узи но естественно мрт это скажем так более дорогая процедура но наверное уже мы пришли к тому то что уже скоро наверное и возможно все будут выполнять мрт а можно тогда сказать что это один из самых эффективных до способов диагностики по заболеваниям порно-двигательного аппарата да и да и вообще в принципе касаемо других заболеваний мрт это прекрасная вещь смотрите а если мы все-таки ну уже все поставили диагноз да все диагностику провели у нас артроз назначается лечение я так подразумеваю и как-то оно отличается зависимости от стадии то есть возможно это медикаментозно или вот как тоже уже сегодня упоминали когда жидкость до откачивают то есть какое лечение и в каких случаях назначается тоже прекрасный вопрос по лечению значит немного более раскрою ваш вопрос да расскажу полностью принципе как проходит лечение остеоартроза в целом ну как всегда все доктора прибегают травматологи консервативному противовоспалительным лечению том то есть прием нестероидных противовоспалительных препаратов они могут быть как пероральные как инъекционные а также быть могут форме гелей мазей и так далее наряду с консервативным противовоспалительной терапии да мы используем также honda протекторы конечно я как все-таки же больше специалист хирургической специальности до травматолог ортопед в силу honda протекторов я скажем так не совсем сильно верю до них но все же эффект от этих препаратов да он есть какой-то минимальный но есть что такое honda протектор это глюкозамин хондроитин сульфа да препарат содержащий который скажем так регенерирует подпитывает нашу хрящевую ткань но особый упор в лечении на эти препараты я бы пациентам нашим зрителям не рекомендовал бы делать то есть то есть какую-то возлагать на них серьезную надежду как дополнение к лечению да но honda протекторы скажем так испытаны все на мне собственно себе испытывал эффект особенно от пероральных я лично себе никакого например не испытывал да в инъекционных формах он конечно же намного наверное лучше воспринимается чем воральных по поводу также какие лечения есть на амбулаторном этапе это травматолог когда травматологи прибегают к локальной лекционной терапии а именно введение например гиалуроновой кислоты в сустав то есть вводится гелесодержимое пораженный сустав данная скажем так гелесодержимое это распространяется по полу сустава снимает механическую силу трения в нем тем самым износ сустава прекращается и человек скажем так обретают как на многих упаковках он гиалуроновой кислоты написано дает вторую жизнь суставу естественно все этим не ограничивается есть много еще таких процедур различных которые относится к локальной лекционной терапии например а про одну из важных хотел затронуть это пирпи терапия многие знакомы с ней из косметологии и из других страслей это более известная процедура также название плазма лифтинг то есть берут венозную человеку у человека венозную кровь центрифугирует ее а вот плазму обогащенная тромбоцитами вводит опять же пораженный сустав мы вызываем искусственное воспаление но это уже будет полезное воспаление происходит регенерация хряща и тем самым опять же мы видим положительный эффект от данных процедур это что касалось лечения на амбулаторном этапе как правило данное лечение используют с первую под третью степень где-то даже не по третью а вторую тире третью степень когда же процесс к сожалению у пациента переходит на третью степень или четвертую степень тут конечно радикальное решение проблемы кроме как эндопротезирование скрыть его никакого нету то есть замена сустава но опять же хочу заметить то что третья степень она бывает разным разный опять же стоит собрать у пациента анамнез чем он занимался течение всей жизни как он к этой третьей степени скажем так пришел краткий пример приведу приходит например ко мне человек который всю жизнь занимался спортом которые всю жизнь условно говоря занимался спортивной гимнастикой акробат у него отличные скажем так развиты мышечная мышечная масса хорошо крепкие хорошие крепкие связки но у него такой же артроз третьей степени и рядом с ним сидит такой же человек третьей степени например условно там с гоноартрозом тем же самым да с артрозом коленного сустава но он потенциальный клиент готовится к эндопротезирование почему это происходит я всегда всем пациентам своим говорю то что важно из чего состоит сустав это хороший хрящ и очень важно рядом хорошие связки и мышцы если мышцы и связки хорошо развиты то скорее всего гоноартроз будет прогрессировать или вообще не важно да остео артроз в принципе будет прогрессировать меньше нежели чем если бы никакой физической активности не даете вот что стоит понимать важно заниматься конечно конечно с к активностью да там спортом да да но опять же стоит понимать приходят ребята не хочу ничего неплохого про них сказать скажем так крепкие ребята с пауэрлифтинга да какие-то приседают например с весом по 200 50 килограмм да там становая у них там по 300 запредельные какие-то да стоит понимать то что излишней физической нагрузки это тоже плохо то есть но как говорится спортсмена не остановишь никогда если он хочет сделать он это сделает все равно да естественно с собой это влечет какие-то необратимые последствия стоит понимать знаете я еще слышала по поводу занятий бегом тоже кто-то говорит что ну отлично прекрасно выносливость дыхалка в принципе там подтянутая тело классно я вот бегаю с четырех до шести утра каждый день вот такое молодец многие говорят что зачем если можно заменить тем же кардио результат тот же но ты не убиваешь свои суставы это на самом деле так или тоже такой вопрос очень тоже можно интересно раскрыть эту тему ну это вопрос больше наверное звучит как какие виды спорта или как про профилактика артроза да вы хотите наверно задать вопрос что касается бега стоит понимать если человек бегом занимается с 12 лет да и он тренировался например с детства на у него даже есть артроз у него суставы уже привык к таким ударным нагрузкам он будет бегать всегда и скорее всего артроз прогрессировать настолько сильнее будет но когда обращается пациент 120 килограмм мужчина условно говоря причем с ростом 176 и избыток массы тела например и говорит я вот начал бегать доктор но мне что-то суставы начали болеть ну тут конечно стоит понимать то что это все идет дегенерации вообще полностью сустава до генеративным изменениям в нем то есть происходит растоптанность менисков происходит истончение окончательная хряща и у человека начинаются более серьезные проблемы как же быть такой ситуации вопрос вы хотите задать да два наверное спорта я выделю которые очень здорово помогут скинуть вес и в принципе с артрозом они будут очень полезны прежде всего это плавание это самый лучший вид спорта наверное именно для тех у кого есть уже пораженные суставы есть проблемы с ними особенно спортсмены прошлом это сумасшедшая кардионагрузка когда-нибудь пробовали проплыть километра два и попробуйте и после этого наверное скорее всего придет домой вы сразу снять да то есть вы огромную хорошую нагрузку дадите на организм и самое главное вся водная аэробика да она завязана на том то что нету нагрузки на опорно-двигательный аппарат работают в основном мышцы второй вид спорта если вам не нравится плавание это наверное вело спорт велотренажер ну или купите велосипед катаетесь отлично развивается мобилизирует суставы особенно коленные тазобедренные хорошую дистанцию проедете хорошо хорошая кардионагрузка хорошее питание вам поможет скинуть вес в принципе вот этот вот вот эти виды спорта их тоже можно в профилактику да конечно исключить это теннис футбол это сразу же исключается при артрозах второй степени выше да профессиональные футболисты играют с артрозами может быть даже третьей степени у кого-то есть да но опять же стоит понимать профессиональный футболист эти деньги зарабатывать то есть если вдруг вы в какой-то момент решили что вы хотите играть футбол но у вас есть проблемы с уставами то наверное лучше ой таких пациентов масса на самом деле обращаются мужчины после 40 вышел с ребятами с молодыми поиграть футбол в дворе порвал крестообразные связки разорвал мениски и так далее потому что связочный аппарат не готов он никогда толком-то футбол не играл когда молодой естественно организм он по-другому переносит физические нагрузки никита игоревич еще один такой тоже интересный вопрос есть еще одно такое созвучное заболевание как артрит и вот ну лично я не знаю в чем разница артрит артроз звучит как будто бы одно и то же но я так предполагаю что все-таки чем-то они отличаются вот хотелось бы узнать чем значит что такое артроз опять же возвращаемся изначально то есть это дегенеративные дистрофические изменения то есть это хронический процесс который у нас протекает на протяжении всей жизни до артрит это острое воспаление сустава по-другому он может быть как аутоиммунный микрокристаллический септический реактивный самым частым заболевание которое слышали наверно травматоидный артрит а то иммунное заболевание до происходит но опять же что общего между артрозом и артритом это болит сустав и пациенту непонятно почему он болит да но наверное у этих двух забываний больше различий нежели чем сходство опять же повторюсь артрит это острое воспаление артроз это скажем так хроническое больше заболевание второе то что артроз как правило поражает один сустав до артрит сразу несколько потом же по объему суставов артроз поражает больше преимуществ крупные суставы а от рит больше наверное мелкие до сустава поражает по клинической картине если сравнивать эти два заболевания артроз не всегда сопровождается каким-то острым воспалением сеновитом он больше просто приносит боль наверное пациенту артрит же если его клинически посмотреть это сразу же покраснение это сразу же отек сустава то есть острое воспаление естественно требуется дополнительная какая-то лабораторная диагностика данного заболевания поэтому эти заболевания конечно имеют очень много общего но они в корне вообще разные на самом деле вот смотрите что касается артроза опять-таки ну или в целом сейчас разберемся есть такие тоже жалобы и симптомы у людей как болезнь суставов им но только во время там смены погоды то есть например дождь мне там все у колени ломит да как говорится или там еще да там снег или еще что-то это тоже вот хроническому артрозу относится или это вообще что-то из другой ну метеозависимость это часто вообще скажем так побочный эффект от данного заболевания да то есть симптоматика часто пациенты жалуются на ломоту в суставах утром не могут расходиться особенно когда меняется погода поэтому чем самым частым наверное причиной обращения является весна осень доктору к травматологу к ревматологу потому что происходит смена климата и так далее смена погоды резкие перепады температуры естественно поэтому это вообще абсолютно нормально не обязательно что это именно артроз мы поставим диагноз или все-таки если вот ломит в зависимости от погодных условий это точно от того что ломит это скорее всего произошли какие-то изменения уже в суставе то есть нарушение хрящевой ткани возможно могут быть разрывы менисков повреждение связочного аппарата все это ведь несет за собой скажем так если были какие-то особенно травмы в анамнезе как правило ведь это случается после того как пациента произошли травмы например самая частая травма которая ведет к артрозу это например коленного сустава это разрыв передней крестообразной связки самая распространенная травма среди спортсменов лично я сам рвал эту связку никому не будет не посоветую вообще абсолютно это сумасшедшая реабилитации сумасшедшие просто мучения для пациента для как спортсмены я имею ввиду за собой все влечет естественно артроз за собой это влечет все естественно постоянно нужно поддерживать как-то заниматься суставом конечно это ведет за собой негативные последствия какой бы вам доктор не выполнял артероскопию я не спорю есть очень хорошие доктора которые хорошо выполняют но стоит понимать любое противном мешайте со мной бесследно не проходит поэтому если заболевание посттравматический артроз когда заходят в пол из сустава во время операции вы хотите не хотите они повреждают суставные поверхности до шьют пластики делают зависимости от опять же диагноза пациента что у него поэтому ни одна операция просто так не проходит то есть можно сказать что артроз даже может появиться после какой-то операции так вот я вам и рассказал да то что самое вот например если касаться ведь самый распространенный артроз это гонартроз артроз коленных суставов да часто вот если возьмем там дюдаистов борцов футболистов происходит движение нетипичное для сустава рвется крестообразная связка правило передняя с ней рвется еще и мениск как правило в 50 процентах случаев да вот вам пожалуйста законченная карьера спортсмена скорее всего да они восстанавливаются да сейчас делают хорошие операции сейчас все условия созданы для этого но опять же как правило пациенты себя не ощущают полноценно по той простой причине потому что из них наверное половина не проходит должным образом реабилитацию начинают сураж давать нагрузки тем самым изнашивая сустав поэтому вам лучше пригласить реабилитолога на следующий интервью вам подробно про это все расскажут это очень интересное направление на самом деле очень соприкасаются наши специальности скажем так смотрите а если еще тоже такой один интересный симптом уже лично из моего опыта как правило при занятиях спортом там при том же кардио не хрустят и не болят суставы а щелкают знаете так бывает а в основном да это всегда колени очень-очень редко там плечевой либо локтевой суставы это тоже все это уже предвестники артроза или это по каким-то другим причинам может быть вы знаете почему хрустят суставы да никто вам не скажет действительно это так просто если стоило есть важное понимание если хруст болью сопровождается да скорее всего тут уже есть серьезные проблемы вам стоит обратить специалисты если же нет то занимайтесь да если чувствуете сдайте какие-то клинические анализы да да простейшие мочевую кислоту вы можете посмотреть может быть с этим проблемы может что-то рематологический рематоидный фактор посмотреть стоит ну а вообще для поддержания это хорошая разминка сустав если во время тренировка может быть не разминается да там атлет или пациент и прием конечно honda протекторов опять же по значению специалистов то есть как профилактика базовая то есть принципе заниматься можно но осторожно и пока не болит да дорогие друзья спасибо что досмотрели данное видео до конца надеюсь вам было интересно и очень познавательно не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки и оставлять комментарии никита игоревич вам огромное спасибо за то что пришли мы вас обязательно да еще позовем обсудим я думаю много интересного всего спасибо вам приходите к нам спасибо вам огромное буду рад прийти еще